В Хвалынском районе запустили участок федеральной трассы Сызрань-Саратов-Волгоград. Автомобильная дорога протяженностью почти 400 километров была построена 50 лет назад, но с момента ввода практически не ремонтировалась. Сегодня ее приводят в порядок. Новый асфальт проложили на участке протяженностью 13 километров. С торжественного открытия наш следующий материал. С праздником! Спасибо, Валерий Васильевич! И вам спасибо! Настоящий праздник жителям Хвалынского района подарили дорожные рабочие. Здесь завершили ремонт участка федеральной трассы. Сегодня местные жители с содроганием вспоминают, как раньше преодолевали путь до Хвалынска или до Саратова. По этой дороге ездить вообще было невозможно. Добраться до Хвалынска – это 2-2,5 часа. Надо было добираться по ухабам, по полевой дороге, глотая пыль, везя детей на Олимпиады, на соревнования, на конкурсы. С введением трассы федеральной у нас улучшились условия – доставьте детей на все мероприятия. Участок дороги протяженностью 13 километров ремонтировали с августа. Эта федеральная трасса уже отпраздновала 50-летний юбилей. За это время настоящий качественный ремонт здесь проводили только один раз – 20 лет назад. Чтобы завершить работы в отведенный срок, строители работали в две смены. Помогает тому, кто сам работает. Не из-за хорошей глазки помогает. Не из-за того, что у нас самые худшие, они везде одинаковые дороги, а из-за того, что в августе приступили, а сегодня сдали. Сдали по полному требованию, по полному стандарту. Вячеслав Викторович Володин, наш земляк, очень много сделал и заложил для того, чтобы эти проекты могли реализовываться на территории нашей области. Поздравляю всех жителей Саратовской области, Хвалынского района, Валерия Васильевича Радаева с такой грамотной, успешной командой, которая может в сегодняшних сложных условиях решать задачи, поставленные и руководством страны, и жителями нашей области. Участок соединяет две области – Саратовскую и Ульяновскую. Ремонт дороги – это один из пунктов в масштабной реконструкции федеральных трасс. За два года регион должен привести их все в нормативное состояние. Задача наша – привести все федеральные трассы, не только на территории Саратовской области, а вообще все федеральные трассы к концу 2018 года в нормативное состояние. Но на территории Саратовской области мы идем с опережением почти на 10% ежегодно, с опережением этого срока. Я думаю, что мы на год раньше, на полгода раньше здесь реализуем эти планы. Первой по новой трассе отправляется колонна грузовиков. Тест дорожного полотна сдан на отлично. Строители обещают, этот участок прослужит еще не один год. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.